Ну что, рассказывай, куда мы летим? Мы летим в главный город Багдад, Пакистан. Арабы предложили Кате работу, договорились со мной. Я решил, что лично отвезу, подарю знак уважения Кате арабскому народу. Сам полечу дольше, говоришь. Вот такой вот я заботливый, да. Если твоя мама смотрит... А она смотрит. А я не пошутил. Пока Стас шутит, я вам рассказываю. На самом деле мы летим в Саудовскую Аравию. Кто бы мог подумать, но меня пригласили туда на съемки. Я 10 дней подряд без остановок, без выходных буду на съемках. Стас летит просто со мной, потому что я еще Тас и Куха. Я ему сказала, что полетели со мной. Я боюсь, что меня там заберут в рабство. Но на самом деле он летит буквально на пару дней. Потом улетает в Дубай по работе. И потом, после того, как я закончу съемки, прилечу к нему в Дубай. И мы уже оттуда планируем полететь, как раз таки куда-то отдыхать. Но пока еще не знаем. Будем смотреть, как он сказал, по мере нашей усталости. Вот. Если устанем сильно, то, возможно, полетим на Мальдивы. Если не так сильно, то, возможно, куда-то в Европу, чтобы взять машину и покататься. Но в любом случае, не я, не Стас в Саудовской Аравии не были. Будет интересный экспириенс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты смотришь? Выгляжу, как не знаю мы что, потому что на часах полчетвертого утра. И мы, конечно, не могли обойтись без приключений. Короче, наш самолет из Москвы задержали практически на час. И у нас была очень короткая пересадка в Дохе, ровно час. И мы опоздали на наш следующий рейс буквально на 5 минут. Поэтому сижу на полу и жду, пока нас выпустят или хотя бы что-то решат. Но знаете, в чем прикол? В общем, нам сказали, что нам сейчас дадут отель, и мы сможем спокойно там переночевать. Нам поменяли билеты. Но чтобы вы понимали, у нас вылет должен был быть в 2.30 ночи, а билеты нам поменяли на 2.30 дня. Это самый ближайший Додомама. То есть это спустя 12 часов. И сейчас, когда мы пошли просить ваучер в отель, нам сказали, что нужна вакцина и PCR-тест для того, чтобы выйти в город. Соответственно, чтобы заселиться в отель, который нам организовывает Qatar Airways. И тут возникла проблема в том, что оказалось, что спутник V, которым мы вакцинированы, не разрешен в ДОХе. И, соответственно, по факту мы сейчас не можем выйти в город. И, в общем, сейчас иммиграционный центр будет решать, можно нас выпустить или нет. И если нет, то они даже не смогут нам организовать отель в аэропорту, потому что они могут организовать отель только за пределами аэропорта. Я сначала бесилась, кричала, злилась. Но Стас меня успокаивал, говорил, сейчас мы все решим. Но после того, когда нам сказали, что, скорее всего, возможно, нас не выпустят, и нам придется 12 часов сидеть в аэропорту... Эй, девушка, вы такая красивая бездомная, вставайте, пойдем. Куда? А там места есть посидеть. Что ты скажешь насчет этой ситуации? Нам, короче, сказали, что нам нужно ждать 20 минут. Мы сейчас еще 20 минут просидим, потом, пока заселимся в отель, время будет 5 утра. Мне кажется, знаешь, там будет? Мы, типа, все заспанные, сейчас дождемся рейса, хрен пойми как. Мы такие злые, короче, полетим, приедем, нас встретят. И, типа, такие, о, Катя голодом растет. Мы, типа, пушка, ну-ка, кровать и спать, где я здесь? И, типа, во-во-во, вот здесь. И все. Все, а на следующее утро мы проснемся, и ты пойдешь работать, а я пойду работать тоже. Класс! А я хотела один день отдохнуть после перелета. Вселенной, ну, другие планы. Короче, сидим, ждем. Расскажу вам, что решится. Ну, там хорошая девушка. Я надеюсь, что она сделает все возможное, чтобы нас выпустили. Ну, вы представляете, насколько это будет незаконно? Мне кажется, нас не выпустят. Тут у них, мне кажется, все суперстрого с этим. И выпускать людей в город с вакциной, которая не разрешена в их стране, ну, такое, конечно, себе. Но Стас самое главное, что он до последнего верил. Он сказал до 90%, что нас ждут, что мы сейчас улетим. И, знаете, вот всегда, когда опаздываешь, все идет через одно место. Во-первых, у нас был не рукав. Мы ждали всех, пока все загрузятся в этот автобус. Во-вторых, потом мы, когда вышли, были все рейсы, которые были задержаны. Кроме нашего, нас никто не встречал. Потом мы, наш гейт был где-то в самой жопе. Я решила посмотреть на табло и уже начала кричать, что нет смысла бежать, потому что наш гейт закрыт. Но, кстати, мне кажется, мы реально опоздали буквально, ну, минут на пять. Потому что там следующий какой-то рейс, который тоже был задержан, он был в 2.40, и там шла посадка, а у нас было в 2.30. Ну, в общем, вот такие новости. Нам дали отель! Между прочим, не какой-то там. Сейчас, ты не знаешь, тебе кажется, что нам дали разные номера? Ну, типа, когда спросил, типа, моя ты жена или нет? Я сказал, что нет. И, возможно, у нас есть два номера. Ну, не знаю, напротив, мне просто кажется. А почему я не твоя жена? Так вышло. Пока что. Ну, хотела вам сказать, что отель, между прочим, Меркур Грант. Так что ни шухры-мухры, ни какой-то там Крым-эр-пыр. Какой отель? Крым-эр-пыр. Две звезды. Мы поспали примерно где-то 5 часов. Если бы не стас, я бы, наверное, просто не проснулась. Я спала как убитая. Сейчас уже в аэропорту. Все прошли. Мы ждем посадка. Она примерно где-то через час сидим в Старбаксе. Заказали завтрак, который я не могу сказать, что это завтрак, потому что я взяла себе йогурт, зеленый чай и какую-то булку с сыром. Потому что особо больше ничего не было. И удивительно то, что в аэропорту Дохи, который просто невероятно огромный, особо нет никаких прикольных кафешек. Есть фудкорт с фастфудом, там есть бутниркинг и еще что-то. Одна какая-то кафешка, где завтраки закончились до 11, а остальная еда так себе. Плюс мы поднялись в бизнес-зал. Наши пьюрити-пассы, которые идут от Сбербанка, нигде не работают. Поэтому мы поднялись во второй бизнес-зал, заплатили там 130 долларов за двоих. Зашли. Я сказала Старше, что я там ничего не буду, потому что была максимально ужасная еда. А платить за то, что просто там посидеть, ну я не вижу в этом смысла. Поэтому нам вернули деньги. И вот мы нашли Старбакс. И, блин, такое ощущение, как будто это реально единственное одно нормальное место. Хотя магазинов был дофига и аэропорт просто огромный. После такого трипа, мне кажется, моя кожа скажет вообще до свидания. Потому что вот это вот все заживают. Но я настолько помятая, я так хочу спать. Мы проснулись, а за окном просто 40 градусов. На улице невероятно жарко. Плюс поднялась такая песчаная буря. Да, если честно, как здесь люди живут в лес. Была в майке, но сейчас и делась, потому что в аэропорту достаточно прохладно. Уже очень хочется долететь. Немножечко отдохнуть, сходить к морю, покушать. И лечь сегодня пораньше, потому что завтра первый рабочий день. Впервые за 5, наверное, или 6 дней в Дубае я решила сходить на пляж. Потому что до этого ходила только в бассейн. Поэтому мне очень интересно, как там вообще. Сегодня мы ездили на завтрак, и людей практически не было. Потому что на улице 41 градус. Я, конечно, взяла СПФ. Буду лежать под зонтиком. Но в любом случае хочется немножечко погреться. Потому что в Дубае такая проблема, что на улице сейчас очень жарко. А когда ты заходишь в любое помещение, то там очень холодно. Потому что очень сильно работают кондиционеры. Можно заболеть просто за минуту. У нас тоже дома очень сильно работает кондиционер. Поэтому я всегда мерзну. И лежать под солнышком я очень даже люблю. ПОДПИСЫЕ КАНЕЦКИ ПОДПИСЫЕ КАНЕЦКИ Чебурек, а чебурек. Поехали. Тебе хлопают. Вчера был просто невероятно крутой ужин, а я не записывала ничего на русском, потому что 90% аудитории были англоговорящие, все были из разных уголков земли, и было не совсем удобно доставать камеру и вот так вот вещать на русском языке, чтобы не смущать остальных. Поэтому я просто подсняла красивые моменты и просто атмосферу вечера. В общем, вчера был ужин, посвящен запуску нового аромата Kilen. Было просто невероятно круто, очень классная атмосфера, вкусная еда. Я познакомилась с пиар-агентом Middle East бренда East Lauder. Кто не в курсе, это большая компания, которая содержит в себе такие бренды, как Tom Ford, Bobby Brown, Smashbox и так далее. То есть там более 16 брендов, если вам будет интересно, вы можете потом в интернете почитать. Вот, а сегодня я также иду с ними навстречу, но уже в Dubai Mall. Будем общаться непосредственно с самим Kilen. Что там еще будет, я не совсем знаю, но надеюсь, что мне тоже получится что-то подснять. У нас сегодня не так жарко, как обычно. Я иду собираться и выдвигаюсь. Все-таки пришло рассказать время, где мы и что мы. В общем, мы были в Саудовской Аравии. И сейчас мы находимся в Дубае. И я подумала, что все-таки нужно посвятить вас в курс дела, потому что будет странно, что сначала мы летели в одну точку, потом мы прилетели в Дубае. И я, как ни в чем не бывало, буду вести отсюда в лоб. Честно признаться, я думала, что я вам покажу намного больше Саудовской Аравии, но я не сняла абсолютно вообще ничего. Сейчас здесь появится только пара фотографий из Саудовской Аравии. И, в принципе, все. Просто расскажу историю, которая немножечко дала мне взглянуть на себя по-другому, взглянуть на свою работу по-другому. И вообще открыла мне мои какие-то стороны, глюки и так далее. В общем, изначально в Саудовскую Аравию я полетела на работу, на контракт на 10 дней, если это можно так сказать. Мне написали, написали моему агенту, и в течение долгих переговоров мы все-таки решили, что я полечу, попробую, потому что рынок в Саудовской Аравии мне был суперинтересный. За 11 лет моделинга я вообще не была в такой стране. Плюс моделинг в Саудовской Аравии начал развиваться не так давно. И я решила, почему бы не попробовать на собственном же опыте, потому что я люблю все новое. и посмотреть, как это все устроено. Плюс это было всего 10 дней, не какой-то большой контракт на 2-3 месяца. Долгие переговоры, обсуждения, получение виз, покупка билетов. И изначально я сказала Стасу, давай все-таки полетишь со мной, потому что я немножечко переживаю. Я не знаю, что это за страна, как там вообще все будет происходить. И мне будет немножечко спокойнее, если ты со мной слетаешь на несколько дней, и потом полетишь в Дубай делать свои дела. Ну что он сказал, да, вообще давай без проблем, погнали. Все, в общем-то, мы подготовили и рванули непосредственно в Саудовскую Аравию. Для тех, кто не в курсе, вообще Саудовская Аравия открыла свои двери для туристов только в 2019 году. То есть страна была абсолютно закрытая. Потом, как вы все знаете, случился ковид. На 2 года опять страну закрыли. И вот сейчас она опять возобновляет свои авиасообщения и впускает туда туристов. Получить туда туристическую визу вообще проще простого. Это делается онлайн буквально за 10 минут. А платится ФИ в размере там за 12-15 тысяч рублей. И все, и вы можете спокойно лететь. Нужно будет только еще зарегистрировать ваш ковидный сертификат. Покупаете билеты и спокойно вылетаете. И честно признаться, на влете у нас не спросили ни визы, не спросили ни ковидный сертификат, не спросили вообще абсолютно ничего. То есть спокойно можно туда лететь. Мы летели Москва, Доха, Доха, непосредственно Саудовская Аравия. И мы прилетали в город Дамам. Город Дамам находится на берегу Персидского залива. И это самый ближайший город к Объединенным Арабским Эмиратам. То есть Дубай тоже находится на берегу Персидского залива. Соответственно, из Дамама до Дубая лететь всего час. Столица Саудовской Аравии, город Рияд. И вообще я должна была в течение десяти этих дней неделю быть в Дамаме, несколько дней в Рияде, и потом полететь в Джиду. Мне, правда, привычно говорить Джеда, но я не знаю, как правильно, но вроде бы как Джида. И потом оттуда уже прилететь к Стасу в Дубай. Наши приключения начались с того, что мы опоздали на стыковочный рейс из Дохи непосредственно в Дамам, потому что пересадка была всего час, а нас в Москве задержали на вылете на час. И, соответственно, мы опоздали, хотя мы опоздали буквально на пять минут. Они могли спокойно подождать, потому что было очень много людей стыковочных рейсов. И некоторые рейсы, которые были дальние, там, например, в Таиланд, Сингапур, их всех ждали, но, к сожалению, наш рейс решили не ждать. И так получилось, что ближайший рейс был только через 12 часов, поэтому мы еще ночевали в Дохи. Вот. В общем-то, приехали мы в дома, заселились в гостиницу. Гостиница оказалась новой. Изначально вообще, когда я искала место, где остановиться, я смотрела гостиницы, наткнулась на это в Инстаграме и поняла, что эта гостиница сдалась только в январе месяце. Я подумала, что лучше ехать туда, потому что там, скорее всего, все супер новое, чистенькое. И, в общем-то, так и оказалось. Но вот здесь вот сейчас еще раз появится фотография, и это был вид из нашей гостиницы. Мало того, что вот такой вот чудесный вид, так рядом еще в соседнем, прям вот буквально там, не знаю, в 50 метрах, там была мечеть. Каждые там, я не знаю, 4 часа, с какой периодичностью там молились, и это происходило и ночью. В первую ночь я в 4 часа проснулась именно из-за этого, потому что это было невероятно громко. В принципе, на этом все, что я увидела в домаме. Хочу сказать, что этот город, он, скорее всего, только развивается, потому что огромное количество каких-то построек, огромное количество пустырей, и абсолютно, как мне показалось, нет молодежи, потому что, мне кажется, молодежь оттуда уезжает куда-то за границу, либо уезжает непосредственно в столицу. И это доказывалось еще тем, что мы привыкли к тому, что в том же самом, в той же самой в Москве, или даже в том же самом Нижнем Новгороде, откуда я родом, ты выходишь из дома, да, и у тебя рядом, в соседнем доме, через два дома, у тебя есть хотя бы какой-то продуктовый магазин, либо, если ты живешь в центре, у тебя там много всяких кафешек, кофеин и так далее. Есть, в общем-то, какая-то инфраструктура. Тут не было абсолютно ничего, и все было в 15-минутной доступности на машине. А когда ты турист, мне кажется, ну, это достаточно проблематично. И когда я разговаривала уже непосредственно с местными, они мне сказали, что вы выбрали не тот район, но дело все в том, что в первый вечер мы объездили, вот, так скажем, весь район, в котором мы жили, и плюс-минус там везде нужно ездить на машине. И одно дело, если бы мы туда приехали отдыхать, можно было бы, понятно, снять машину, спокойно ездить, а другое дело, когда ты приезжаешь работать, и, грубо говоря, у тебя не так много свободного времени, соответственно, ты хочешь просто там спуститься, что-то себе купить, или там дойти докуда-то, что-то взять, и все. То есть это постоянно нужно ездить на такси, и мне кажется, это не совсем удобно. Следующий момент это то, что я, конечно, понимала, что это мусульманская страна, но я не думала, что она настолько закрытая. То есть она пока что не настолько открылась для туристов, как это могло бы быть, да. То есть мы прекрасно все знаем, что когда вы прилетаете, например, в Дубай, вы можете ходить как угодно, где угодно. У них есть свои ограничения, например, там по покупке алкоголя и так далее, но в любом случае, что касается, например, одежды, вы можете ходить как угодно. Ну, то есть, например, как я сейчас одета. В Саудовской Аравии абсолютно все по-другому. Вы должны соблюдать традиции. Соответственно, девушка должна ходить с покрытыми плечами, с покрытыми коленями. Нужно носить юбку либо брюки, плюс должна быть какая-то, ну, либо футболка, либо рубашка. И там было 40 градусов жары. Я тот человек, который не переносит жару. И когда мне жарко, когда я потею, когда с меня течет, я вот это вот состояние ненавижу больше всего. В одежде вот именно в такое летом, ну, для меня это просто вот невыносимо. Я вот не могу с этим никак справиться. Мы были там три дня, мне было очень тяжко. И дело все в том, что, казалось бы, мужчины вроде бы могут ходить как угодно, но Стас пошел в торговый центр. Вы в такой майке без рукавов его не пустили. Это уже сказали, что должно быть все покрыто. Вот, то есть страна все-таки придерживается своих традиций. И, как бы, я вообще ничего не имею против. Просто я понимаю, что это мне не подходит. И следующий момент. Я должна была быть там 10 дней. В итоге мы улетели на третий день после прилета, потому что я поняла, что я недооценила тот объем работы, который, так скажем, на меня свалился, на который я подписалась. Я думала, что все будет намного проще. Но вот эти вот, скорее всего, даже факторы, которые с самого начала, вот тебя, как бы, так скажем, немножечко заперли в какую-то клетку, они сыграли роли, чтобы я улетела раньше. Смысл работы заключался в том, что меня должны были красить и снимать только лицо, то есть снимать только макияжи для портфолио местных визажистов. Местным визажистам нельзя снимать их девушек арабских, потому что они должны быть с покрытыми головами, с покрытым лицом. И, соответственно, они не могут показать такое портфолио. И для этого они начали приглашать моделей. И, в принципе, я хочу сказать, что они за это платят хорошие деньги. И работа действительно нетрудная. То есть есть три часа, за эти три часа тебя красят. Отдельно тебе человек делает прическу. У них, кстати, отдельно визажисты, отдельно стилисты по волосам. И потом буквально на протяжении полчаса тебя фотографируют. Причем фотографировали меня прямо в гостинице, в моем номере. Я специально выбирала номер с двумя комнатами, чтобы в одной комнате меня собирали, меня фотографировали, а другая комната была для отдыха, чтобы не приходилось ездить в студию и так далее. То есть по факту они же фотографируют вот так. Фотограф приносил фон белый. И все. Для них этого было достаточно. Но дело все в том, что таких образов было у меня как минимум три в день. То есть три часа тебя красят, собирают, фоткают. Потом у тебя есть час. Ты за этот час должна смыть всю косметику, вымыть голову, высушить. И потом следующие три часа. Потом опять перерыв час. И ситуация повторяется. И расписание было с 10 утра до 9 вечера. Соответственно без перерывов на обед. У меня огромное количество волос. Невозможно за пять минут высушить. Да, быстренько смыть мейк. И пойти там куда-то покушать. Потому что, как я уже сказала до этого, нужно обязательно куда-то 15 минут ехать. К сожалению, в отеле не было никакого абсолютно ни ресторана, ни кафе. И, в общем-то, вот в таких условиях я должна была работать 11 дней. И на второй день я поняла, что I'm done. Sorry. Я улетаю. Плюс девушка, непосредственно агент, которая пригласила меня на работу, была какой-то, ну я не знаю, не суперпрофессиональной. Либо она просто не умела именно общаться. Либо у нее это один из самых первых опытов. Потому что я думаю, что модели они начали приглашать не так давно. И она постоянно, постоянно писала сообщения моему агенту, писала сообщения мне, что вот это не то, то не то. И это настолько вот выбешивало и вымораживало, потому что я привыкла работать абсолютно в других условиях. То есть я профессиональная модель. Мне там за день присылают как минимум мое расписание на следующий день, да, там на съемку. Например, там есть время, то есть там в 9 утра я должна быть там, я работаю до 6. Все, все, что мне нужно там с собой взять или не нужно ничего с собой брать. Как бы все, я собралась в это время, я готова, я на месте. Выспавшаяся, непомятая. Все, в это время, вот пока я работаю, меня никто не трогает. Как бы потому что, ну все прекрасно понимают, что я умею работать и так далее. Здесь же на протяжении каждого получаса были какие-то вопросы. Причем абсолютно вообще какого-то вот, ну дурацкого характера, типа из разряда, ты сидишь в телефоне. Я говорю, так мне делают волосы, я могу сидеть в телефоне, меня никто не снимает, со мной никто не говорит. Прежде изначально, когда мне присылали правила, в них было написано, что если тебе делают волосы, сиди спокойно в телефоне, вообще без проблем тебя никто не будет беспокоить и так далее. Или здесь я сижу в телефоне, мне пишут, почему ты сидишь в телефоне. Там не делают макияж, я не сижу в телефоне, потому что я понимаю, что там могут красить глаза или там еще что-то, и мне нужно постоянно смотреть на визажиста. То есть я это все прекрасно понимаю. И там, ты сидела в телефоне, когда тебе делали макияж. Я говорю, да я не сидела в телефоне, меня визажист сама попросила включить музыку. Я включила. Это единственный момент, когда я взяла в руки телефон. Ну то есть вот такие вот мелкие моменты, на которые, как я считаю, не стоит обращать внимание, а им придавали ну просто огромнейшее какое-то внимание и делали из этого какую-то огромную проблему. Если бы мне там было 15 или 17 лет, может быть, да, я там за это переживала, но как бы я действительно работаю профессионально, и я знаю, что я могу себе позволять во время съемки, что я не могу себе позволять во время съемки. И здесь это было просто супер-анпрофессионал. Для меня я поняла, что этот маркет вообще абсолютно никак не подходит, с учетом того, что я говорю, что я могла заработать за эти 10 дней как минимум от 15 до 20 тысяч долларов. Но потом я поняла, что я просто не вывезу, мой организм не вывезет, я буду настолько уставшая. Плюс вообще не факт, что мои волосы и моя кожа не слезет после 33 макияжа и причесок как в течение 11 дней. В общем, на второй день я расплакалась, потому что люди со мной так никогда не общались. Там было очень много моментов, я вам сейчас рассказала. Один из, а их было огромное количество на протяжении того времени, пока мы делали документы, визы, и мой агент переписывался, и вот в те два дня, пока я находилась там, на второй день я заплакала, и Стас такой сказал, типа, если хочешь, полетели, типа, давай, берем билеты, улетаем. И я, говорит, не хочу, чтобы ты плакала, я не хочу, чтобы ты сейчас здесь, я улечу, ты тут будешь страдать, и так далее. Это того не стоит. И, в общем, второй день, именно рабочий, то есть всего мы были там три дня, второй рабочий день, опять начались какие-то приколы, начали мне там что-то писать, говорить, и так далее. Потом затронули мой инстаграм, что, типа, почему я выложила в инстаграме, типа, их улицы, и сняла их мечеть. Что? А разве я не могу это снимать? Не могу это выкладывать? На что мне сказали, что нет, ты должна это удалить? Я сказала так, знаете что? Я приехала сюда работать как модель. Мои соцсети, это мои соцсети, это, грубо говоря, мой личный дневник, я могу его вести как хочу, я никого не спрашиваю, и мне здесь никто не указ, что я должна выкладывать, что я не должна выкладывать. И вот этот вот момент меня, наверное, взбесил больше всего, потому что это вообще не имеет никакого отношения к модельной работе. Я сделала две съемки, третью съемку они мне в тот день отменили и пригласили на разговор, так скажем. После этого разговора я сказала Стасу, нет, все, мы улетаем, потому что я поняла, что я здесь не вывезу, потому что первые два дня он меня поддерживал, а я понимала, что если мне здесь еще находиться 10 дней, я как бы не смогу. В этот же день он взял билеты, и уже через 3 часа мы оказались в аэропорту, а через 4 часа приземлились в Дубае. Вот такая вот увлекательная история, и это жизненный опыт, 100%. Я взглянула на себя вообще абсолютно другими глазами, я поняла, что я тут человек, который очень долго может терпеть, и эта ситуация мне открыла глаза и сказала, Катя, какого фига ты вообще должна терпеть, ты можешь делать все, что угодно. И если изначально тебя что-то не устраивает, можно сказать, извините, нет, извините, я улетаю, извините, это не мое, не нужно ждать, пока будет что-то лучше, или возможно эти ситуации как бы устранятся. И в общем, я такая подумала, что все-таки мне уже 25 лет, я не тот человек, который будет идти вопреки своему комфорту, идти вопреки каким-то своим ценностям, своему какому-то внутреннему состоянию, никакие деньги мне не нужны, я просто хочу чувствовать себя уравновешенно, хочу, чтобы меня уважали как профессионалы, меня ценили, и если меня что-то не устраивает, я могу сказать нет, и я уже в том возрасте, я уже на той стадии, на той ступени, когда я могу выбирать, с кем я хочу работать, а с кем я, к сожалению, к счастью, я не хочу работать. И вот это вот, наверное, основная мысль за всю поездку, небольшую, которая была всего три дня, которую я хотела донести и сказать вам, что если вдруг у вас в жизни тоже бывают какие-то такие ситуации, это, наверное, какой-то звоночек, посмотреть на себя по-другому, посмотреть там на ваше окружение, на ваших работников, либо работодателей, и сделать выбор в пользу себя. Я готова. Вот такой вот у меня сегодня образ, шорты мои любимые, кстати, и вот такой вот топ с рукавами. В общем, я готова, погнали. У меня есть много знакомых, кто любит Дубай Мол, но честно, я его не люблю, мне больше нравится Мол оф Эмирейт, потому что в Дубай Мол очень много всего, плюс здесь всегда дофигища народу. В общем, я вот сейчас приехала, и у меня вопрос, как быстро я найду Порно Аркиллиан, потому что я опаздываю, что были какие-то пробки непонятные. Ну ладно, сейчас мы быстренько спросим на столько информации, надеюсь, что я не сильно задерживаю этого кого-то. Я дошла. Я с подарочками. Честно, еще даже не открывала. Вместе с вами открою, посмотрю, но я почему-то думаю, что там мой любимый парфюм, потому что они спрашивали, какой мне нравится, но мне нравится. У них на самом деле огромное количество. У меня коллекция из пяти, наверное. Вот, но я буду очень счастлива, если это будет мой, потому что мой закончился. Я, конечно, ничего не подсняла из нашего разговора, но мы разговаривали о новом парфюме, о новой коллекции. Я, кстати, узнала про коллекцию, которая выпущена под ликеры, так скажем, то есть у нее даже форма такая, и мне там понравился просто один невероятно крутой аромат. Мы сфоткались, и, в общем, я довольна. Сейчас иду по Клаймолу, зайду еще в какие-нибудь магазины и поеду со Стасом на ужин. Не знаю, как так получается, но я становлюсь фанатом Баленсиаги. Вот серьезно, если спросить меня, какой мой любимый бренд из лакшери, так скажем, сегмента, то это будет, наверное, Баленсиага, потому что раньше у меня вообще, в принципе, не было никакого любимого бренда, за которым я следила, но последнее время Баленсиага реально умеет удивлять. Мне действительно нравится то, что они делают. Я сама у них ничего не покупаю, но Стас постоянно у них что-то берет себе, там какие-то майки, свитер у него есть, кроссовки, и сумку он мне дарил из Баленсиаги. А, сама я себе купила очки, и здесь мне действительно понравилась вот эта сумка, и вот Стас мне ее подарил, и я хочу вам ее показать. Но хочу сказать, кстати, что я не тот человек, который вообще скупает абсолютно все подряд. У меня на самом деле 95% моего гардероба это масс-маркет, и только небольшой процент занимают вот бренды такого сегмента, как Баленсиага. Я хоть и слежу за модой, то есть я модулем, я постоянно слежу за коллекциями, отслеживаю что-то, но, знаете, есть такое, что что-то выйдет, например, да, и все это покупают, и всем это надо, и нравится, и я вот пыталась понять, а нужно ли это мне, а нравится ли это мне, и я поняла, что мне, ну, супер выборочно нравятся какие-то вещи, я вообще вот не фанатик скупать все самое популярное, поэтому, наверное, я не покупаю огромное количество там брендовых сумок, брендовые обуви и так далее, не знаю, либо я еще до этого не доросла, либо для меня это не является какой-то ценностью, но эта сумка мне действительно очень сильно понравилась, и, кстати, Стас сказал, что если бы не ты, ну, типа, если бы я сам тебя выбирал, я бы тебе никогда в жизни ее не купил, потому что она очень странно выглядит и похожа на уродца, ну, в общем, давайте смотреть, обожаю еще вот эти вот все пыльнички, они такие классные, мне кажется, только за это можно любить сегмент дорогой, вот такая вот малышка, невероятно классная, у нее просто фантастический цвет, посмотрите, какая она крутая, вот Стас сказал, что это такое ощущение, что как будто остался какой-то материал, они такие, давайте мы туда еще клепок кинем, сплетем, пускай еще и зеркало будет, пускай она будет суперстранной формы, и вот что-то из этого получилось, возможно, так и есть, но мне просто безумно нравится, мне нравится цвет, она, кстати, была последняя, он забрал последнюю, и я просто безумно рада, а здесь вот так вот увеличивается ремешок, можно носить как кроссбади, можно носить вот так, я вот от этой сумки, я действительно в восторге, но изначально, кстати, когда мы ходили по магазину, мне понравилось розовое, и там было три оттенка розового, то есть, был такой немножко персиковый, был прям розовый, розовый такой барби, и был более такой малиновый, и я ему сначала сказала, мне понравилось розовое, я хочу розовую, и он такой, какую из, типа, ну, то, что для него все розовые, это один цвет, я ему прислала фотографию, он такой, ну, окей, а потом на следующий день мы пришли в Дубай Мол, потому что первый раз мы смотрели в Мол оф Эмирейт, и я увидела эту, и я такая, нет, я хочу эту, и он такой, или розовую, я такая, нет, эту, и я потом ему уже прислала фотку эту, и, в общем, вот он сходил и подарил мне вчера, и я так рада, просто, посмотрите, какая она классная, еще вот это милое зеркальце, сердечко, и вот такой вот кошелечек, пишите в комментариях, как вам, я знаю, что она выглядит супер странно, она выглядит, как из 90, как многие мне писали в инстаграме, но, блин, да, так есть, ну, типа, это такой некий винтаж, и мне кажется, через несколько лет она будет вообще просто супер классная, и мне кажется, это та вещь, которую можно будет подарить потом, там, например, своей дочери, потому что она будет супер винтажной, ну, короче, в общем, я довольна, пишите, как вам. У нас Дубай осталось всего два дня, поэтому я решила, что за эти два дня нужно максимально загореть, но с умом, понятное дело, я возьму защиту, вот, поэтому я сейчас собираюсь на пляж, и покажу вам, как здесь все выглядит, потому что у нас здесь в комплексе есть бассейн с лежаками, и есть пляж, и я вот решила, что сегодня хочу пойти на море, потому что там еще на самом деле есть хороший вайфай, и я не знаю, что за проблемы в Дубае с интернетом, но здесь действительно все очень плохо ловят, то есть либо ты покупаешь местную сим-карту, либо у тебя роуминг, все сжирает, либо вайфай прогружает, почему-то не все, поэтому там на пляже я словила хороший вайфай, я обычно там лежу, занимаюсь, потому что у меня есть курсы, которые я сейчас прохожу, поэтому пойдем на пару часиков загораем, и если сегодня Стас пораньше освободится с работы, то хотим сходить в музей. Хочу с вами поделиться, у меня вот такая вот защита для лица от Image, у меня здесь 32 SPF, есть 50, я ей пользуюсь уже наверное на протяжении трех лет, мне они безумно нравятся, потому что не супер жирная, действительно хорошо защищает, очень вкусно пахнет, и еще есть защита для тела, там 50, но я мажу только руки, потому что они чаще всего сгорают, и есть масло для загара от Saint Bath, или как-то так короче называется, но вот это вот целое популярное. В принципе это все, берем еще с вами заколку, потому что волосы я мочить не хочу, если буду купаться, планшет, чтобы заниматься, наушники, телефон, и можно выходить. Это отель Цезарь, мы с вами проходим сначала вот через бассейн, можно было бы в принципе в бассейне полежать, но я хочу к песочку, как можно заметить, в июне месяце людей вообще практически нет. А еще здесь взлетно-посадочная полоса для скайф-дайва, поэтому здесь примерно каждые 15 минут взлетают, осадятся самолетики, и люди прыгают с парашюта. Станислав, расскажи пару фактов о Дубае. Дубай находится в Персидском зале, в Дубае не так много лет, как вы могли это подумать, вообще всей стране не так много лет, около 50. В Дубае практически нету нефти, она есть в остальных эмиратах. В Дубае, знаете, вот эта дубайская полиция, которая ездит на Бугатти на Феррари, это все чисто маркетинг, тут совершенно все не так. Многие говорят, что здесь суровые законы, но на самом деле тоже не так. Если как бы не жестить совсем, то все вполне себе. Здесь очень безопасно. Мы здесь как-то оставляли телефон на лавочке вечером, мы забирали его на том же месте с утра. Сейчас здесь не так уж и жарко, как все могли подумать, несмотря на то, что практически 40 градусов, жить можно. Три плюсы и три минуса. Три плюсы и три минуса. Первый – это комьюнити. Дубай сейчас собирает очень небольшое количество классных людей, классных ребят. Второе – это сервисы, инфраструктуры. Здесь есть все, и в плане сервиса, и в плане вообще все, что нужно для жизни. Очень много технологий. Ну и в целом климат, наверное, здесь морюшка, здесь тепло, здесь классно. И девять месяцев в году здесь прям топочка. Три минуса. Ну, дорого, скажи. Действительно, я понятие. Я бы не сказал, что сильно дорого. Если вдруг ты резидент, и если вдруг ты накосячил, как-нибудь затупил, неуважительно там отнесется, предположим, каким-нибудь таких, не знаю, религиозным штукам, тут можно присесть прям нормально. И никто тебя не достанет. Здесь кейсы, когда закрывали знакомых, прям хорошие не торопитесь. Поэтому здесь лучше хулиганить. А здесь большие штрафы, вот, на тачку. Есть типа, несмотря на то, что много суперкаров, тут особо не погоняешь по городу, потому что штрафы начинаются от 700 дирхам, а это прям тысяч 15 за превышение на 203 дирхам. Ну, если вы из России, и вы не резидент, потом, понятное дело, здесь не работает ни одна ваша карта. И приходится и пакеты налички с собой таскать. Вот. Это еще и минус сейчас. А так, здесь все классно, все супер. Хорошо. Как в России, как в Москве, нахожусь. Спасибо за небольшое интервью. Пожалуйста. А когда мне западутся? Конечно. Открывай. Кайф. Друзья, именно поэтому вы должны подписаться на мой канал, поставить пальцы вверх, оставить свой комментарий, и до встречи в следующем году. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok